Разбитое сердце и сломанный нос Арбакайте поплатилась за флирт с другим. Не смог простить кокетство. За отношениями Кристина Арбакайте и Руслана Байсарова следила без преувеличения вся страна. Знаменитая дочь Примадонны воплотила в реальность мечту многих девушек. Красивая и талантливая певица вышла замуж за статного бизнесмена. Поклонники с интересом наблюдали за идиллией между влюбленными, но она быстро закончилась. Во время презентации своего нового альбома девушка выступала в окружении коллектива танцоров. Она смеялась и оживленно разговаривала с одним из артистов. Увидев это, мужчина приревновал и не смог утихомирить свой пыл. Байсаров вывел избранницу в гримёрку и сломал нос. Этот случай наделал много шума. Некоторые звёзды поддержали бизнесмена, а другие осудили. Мужчина должен автоматически преодолевать любые трудности и, конечно, совладать со своими эмоциями, раскритиковал предпринимателя-актер Олег Верещагин. Популярная певица рассказала поклонникам о весьма неприятной ситуации, которая произошла с ней в первые дни нового года. Да, Кристина Арбакайте в последние годы вынуждена жить на две страны. Её дочь Клавдия и муж Михаил обитают в Америке, а сама певица большую часть времени проводит в России. Из-за того, что сейчас все логистические цепочки нарушены, Кристине приходится придумывать варианты, как с одной стороны видеться со своей семьёй, с другой продолжать выступать перед своими зрителями в России. Ещё в середине декабря певица улетела в Соединённые Штаты Америки, чтобы встретить Рождество с Клавдией Михаилом. Но сразу после праздника ей тут же пришлось возвращаться в Россию, чтобы снова отправиться в путь на роскошном круизном лайнере. Рейсы только запустили, они идут из Сочи по городам Турции обратно. Видимо, Арбакайте поехала в круиз в качестве приглашённой звезды. И вот на лайнере и произошла неприятность. Из-за плохой погоды судно не смогло причалить к берегу. На горизонте ничего, туман, мы не можем никуда доехать, причалить, долететь, рассказала певица о ловушке, в которую она попала. Спустя несколько часов ситуация несколько изменилась. Туман раступился, однако в нужную точку Арбакайте всё равно не попала. На рассвете обещали нас высадить. Поездка в объезд, не в Стамбул, а в какой-то другой город. Вот такой вот берег турецкий, пожаловалась Кристина.